Доброго дня, уважаемые зрители! Сейчас я направляюсь в город Хулби. Еду автобусом и по дороге проезжаю маленький городок Сабель, который знаменит Винной горой. Тут есть и Синабога, это еще называют столицы цыган. Правда, вот эта винная гора не очень заметна, но там может быть самая северная точка, где выращивают виноград и делают, кстати, вино. Сейчас уже приближаемся к городу Хулби и проезжаем реку Пвента. Переехали у автовокзала, сейчас мы находимся в городе Хулби и пойдем смотреть. Ну и самый первый объект как раз вот этот новый автовокзал, его открыли в 2008-2009. До этого автобусы останавливались в бывшей железнодорожной станции. Да, тут когда-то была даже железная дорога, о которой я тоже расскажу. Вот тут зайду. Видите, какой уютный автовокзальчик. Я тут постараюсь также купить билет на обратный путь. Вон тут книги для чтения и даже камера хранения имеется. Причем стоит всего лишь 50 центов за сутки. Какие тут уютные скамеечки. Тут же рядом с автовокзалом супермаркет, причем с такого красного кирпича. Вот автовокзал тоже с таким кирпичом. Ну а тут уже совсем близко начнутся достопримечательности. Тут молодежь. А это проходит на центральную площадь. Вот уже виднеется площадь. Вы знаете, что могу сказать? Даже из первых видов, когда еще автобусом проезжал по городу, уже такое впечатление было, что прямо как сказка. Тут помнится гостиница еще из былых времен. Вон какая она сейчас. Но это бывший универмаг. Там, видимо, немного изменений. Однако пойдем дальше. Даже вот здесь, на углу, такой домик особенный. Вот достопримечательный скулдеги номер один. Как раз вот эта старая, в том числе и деревянная архитектура, сохранившаяся иногда даже с 17-18 столетия. Потому что, в отличие от многих других городов, кулдеги удалось уцелеть в войнах. И, как я понимаю, в последние годы тут многое, чего приведено в порядок. И, как вследствие, очень недавно, это фактически всего лишь несколько дней назад, прозвучала эта новость, что исторический центр кулдеги, а также водопад на Венте реки включен в всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. Кулдеги слабыми. Прелести кулдеги. Ну и, вообще-то, это событие как раз послужило, можно сказать, катализатором. Вот, да, боседарзы. Это небесные сады. А тут скульптура герцогу, якобы герцога Курзамского и Земгальского герцогства, который как раз родился здесь, в Кулдеге. Ну вот, это включение ЮНЕСКО, хотел сказать, как раз послужило, как бы, стимулом, чтобы я вот, наконец, решился сюда приехать. Это давно, как бы, уже было в порядке дня, но пока еще не совершилось. Ну вот, наконец, сегодня такой день, когда посчитал, что это возможно сделать. И вот прибыл. По прогнозам, день обещали солнечным. Правда, сейчас солнце такое, ну, эпизодически, но надеюсь, что во второй половине дня это поправится. Вот тут какая-то арт-галерея. Даже вот удивляюсь, что это такое. И вот, немного сверну. И вот видите, какие аккуратные тут дворы. И вот тут дальше, вот как раз это старый город. Какие узкие тут переходы. И вот эта старая часть города, она весьма обширная. Ну, конечно, не все здания тут будут как конфетки, да, вот я тоже помню. Я, в принципе, этот город весьма часто бывал, но это было в основном в девяностые и в нулевые. Поэтому вот сейчас, как бы, новым взглядом можно выглянуть, ну, посмотреть на это все. А это городской флаг. Вон какой красивый. В таких необычных цветах для Латвии. Это здание почты. Сейчас мы опять сворачиваем на улицу Леопайас. В советское время она была транзитная, но сейчас она сделана как пешеходная улица. Вот и как раз плакат свидетельствует включению старого города в ЮНЕСКО. Место мирового наследия. Очень уютное такое представление тут. Да, в какое-то время истории, правда, это было недолго. Это было в конце 16-го, начале 17-го веков, когда Курзамское и Земгальское герцогства были разделены, то Кулдыга стал столицей Курзамского герцогства, когда герцог был Кетлер. Иногда даже сейчас ее называют столицей Курляндии, хотя пожителям она, конечно, заметно уступает Леопая и Венспилсу. Но она географически находится в центре Курляндии и носит с собой сочетание стилев латышского и немецкого. Иногда даже Кулдыгу называют Латвийской Венецией. Ну, почему, это мы тоже увидим. Вот, тут жилой дом, конец 18-го века. А тут вот карта. Мы сейчас направляемся по улице Леопая, как раз в сторону старого города и реки Вента. Ну, вон какой водопад в картине. Но мы это увидим вживую. Тут даже больше можно увидеть, где-то свернув. Вон, какой тут, это тоже как дом. И там что-то отреставрировано. Тут и синагога имеется. Вон тут тоже видно, что дом восстанавливается. Какое интересное сочетание. Дом каменный, а вот какие, этот, крыша. А эти дома чем-то напоминают три братья в Риге, в Старой Риге. Такие кафешки. Вон. Ну, сейчас тут, конечно, немного туристов. Уже конец сентября. Но летом они тут приезжают много. Потому что тут не Юрмала, чтобы так просто приехать. Тогда уже нужно собираться специально тут на целые выходные хотя бы приехать. Вон, какая улочица с брусчаткой. Много такого красного кирпича. Город также очень латышский. Тут 93% от жителей латышей. И остальные тоже говорят на латышском. Там русских 3% по статистике и 1% литовцев. Вот там что-то. Кафе или что это такое? Да, это похоже как кафе. Много, я смотрю. Тут и кафе, и рестораны. Вот здесь тоже какое-то такие заведения небольшие, но такие симпатичные. И вот сейчас мы пришли к Ратушной. Вон, какая Ратушная площадь. Там была городская площадь, а здесь Ратушная. О, и что я вижу? Какой тут паровозчик. Паровозик, то есть. Ну, а здесь вообще как в фильме. Видите? Какая прелесть. И все в таком тихомирии. Да и народу тут, можно сказать, достаточно. Вообще-то это третий по величине город в Курзаме. Это был фактически единственный из таких небольших районных центров. Которые еще... В котором население держалось на уровне более 10 тысяч. Максимум тут был 14 тысяч. Жителей в конце 80-х. Но сейчас, вот смотрю, так и держатся на уровне примерно 10 тысяч. А что интересно... И так, это не только здесь. Это, ну, в целом... Целый ряд таких городов был. Где перед Первой мировой войной, То есть, в 1913 году, население было даже больше. В Кудыг это было 11 тысяч. Вот сейчас тут что-то венецианское. Во время Первой мировой войны, Войны, тут многие были вынуждены эвакуироваться вглубь России. Поэтому после этого было резкое сокращение населения. И в латвийское время, в 30-е годы, Число жителей прибавилось, Но максимум был где-то 7 тысяч примерно. Ну вот мы пришли к речке, Которая называется Алекшопиитер. И у нее также будет водопад, Самый высокий в Латвии, кстати. Но тут она протекает через старую часть города, И вот получается, как картина Венеции. Вот тут тоже еще такой небольшой водопадик. Ну, видимо, гондолами тут не проедешь. Но выглядит, конечно, забавно. Вот. Это такие картины, которые, я думаю, Что стоят того, чтобы их видеть. И солнце тоже появилось. В то время у меня даже не вышло так прогуляться по городу, Чтобы все это так увидеть. И где-то здесь, неподалеку, Самый старый дом в городе. Вон, выходим на улицу, И тут-ка все красиво. Культура Стендерс называется Остановка автобуса. Культурный центр. сейчас смотрим самую первую самой первый дом в куды ну вот женщина мне как любезно все рассказала вот она как раз сама живет в этом доме значит это как раз самый первый дом в этом месте причем как она сказала как раз был первый который строился как дом раньше были такие ну не такие и вот как раз тут есть заметка 1670 70 год вот тогда этот дом был построен но потом он частично из или сгорел или что-то и вот 1747 его восстановили однако основание и главные конструкции остались прежними и вот она рассказывала что эти основания вот с того времени с 1670 но потом заново так дом реконструировали в 1982 тут был овощной магазин но то снова как раз с того времени 17 18 веков и она рассказывала что тогда цемента не было поэтому делали глиной вот как раз и официальная на 17 19 год жилой дом вон как раз рядом сличка видите как интересно тут просто ну как подсобное хозяйство то деревянное вот но это точно как и венеции как еще внутри лестница проходит прямо у окна двери какие она рассказывала что живет в этом доме уже 62 года и такая очень любезная я вот тоже могу заметить что тоже заметил что вообще люди и продавцы в том числе тут значительно более любезны чем скажем больших городах вот тут ресторан тут такое говорящие так думал кто там говорит а тут записаны пожелания городу пудрига от разных людей пойдем-ка вон как тут бурлит эта речка прям прелесть время такое хорошее еще листья у тебя как раз хотел побывать в такое время какие же тут красивые виды и мы приближаемся к водопаду вон тут тоже как площадь реально удивительно городок вроде небольшой но тут можно ходить ходить и всякое столько много интересных мест красивых главное что вот сейчас это ну какие то не знаю сколько десять примерно или сколько лет или уже больше когда это восстанавливают и поэтому это приобретает более хороший вид вот здесь через это место в советское время машинами ездили да и смотрю сейчас тоже тут весьма немалый автопоток и так мы у водопада 4 алексу пейте с куда не скрыт он это водопад у речки той маленькой которая проходила через город и это самый высокий водопад в латвии высота более четырех метров и ширина 8 метров такая тропа по которому ходят туристы а это уже большая река вента это одна из четырех больших рек латвии даугава гауя лелопе и вента и самая большая курзамская река она течет из территории литвы протекает с юга на север всю курзами практически и втекает в море там где венсплс ну а сейчас мы пришли к еще одному символу города колдыга это старый кирпичный мост который является третьим по величине по по длине кирпичным мостом во всей европе его длина 164 метра он открыт 1874 году и стоил 120 тысяч рублей проектировщик этого моста был отто бит и в то время он был одним из самых современных мостов в европе ну а теперь я уже на мосту как же не пройтись по такому вот да тут полностью открыто сообщение в 2007-2008 годах этот мост реставрировали он требовал ремонт но вот после этого движения по нему опять открыто ну а тут что мы видим вот это как раз и есть венте срума самый широкий и и одним из один из самых широких водопадов в европе официальная длина тут двести сорок три метра насколько я помню так тут мост хотя это длина несколько меняется в зависимости от того сколько воды тут еще интересная история несколько столетий тут ловили рыбу пулдейга также как раз знакома тем что тут можно было ловить рыбу лосось причем именно весной именно в воздухе там уже во время герцога якоба якоба сделали специальные такие устройства чтобы там попадала рыба но сейчас конечно так не делают потому что вот весной я сам видел там прыгающая рыба потому что она плывет с моря на истоки реки для ну чтобы отложить икру а вон какая тут активность тут тропы я тоже собираюсь подойти ближе там можно подойти к водопаду что там тут тоже смотрю какое то кафе по ту сторону еще какая-то инсталляция вон там ну а здесь вон какое место для туристов а ну вот здесь как как едет этот экскурсионный поезд 7 евро стоит поездка экскурсию можно заказать и с таким транспортным средством это уже 25 евро вот тут все написано про водопады про Вентасрумба также на русском ширина 249 метров да тут написано что это самый широкий водопад в Европе и кстати интересно что тот же герцог Яков хотел сделать реку Вента так чтобы по нее могли проходить корабли из-за этого водопада это было невозможно и он приказал тут ну делать как бы обводную вот здесь это видно что кто-то начал это делать и еще во время империи там турецкие военно-пленные тоже якобы это делали но так и завершить этого обводную не удалось вот какой тут гостиный дом именно так и называется Вентасрумба потому что понятно что из-за этого водопада река Вента является не судопроходной но в то время 17 век это конечно было важно но сейчас это уже как бы неважно но зато мы можем полюбоваться красотой природа вот Асаматнакуши тоже такое старинное здание сколько тут людей экскурсантов смотрящих на эту прелесть только тут нужно смотреть не только на камеру но и под ногами вот по такой прошелся вот тут можно как раз прийти у самой Румбы а тут еще такая прогулочная тропа вдоль реки ну вот до этого места можно дойти некоторые может быть там рискуют идти и дальше но тут уже видно как падает река высота примерно 2 метра тут вот 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 кто-то даже решится поплать но там можно стоять да так и решился о но я вспомнил что там можно стоять под этим водопадом и это считается полезно вот когда на тебя падает эта вода в принципе у нас все время было тепло так что вода ну может быть и не летней теплоты но все же и не холодная ну вот и солнышко опять выглянуло и как тут все красиво ходят снова этот мост каменный типичный то есть вот здесь этот мост виден во всей своей красе и длине вот как раз экскурсионный поезд можно посмотреть как раз приехал похоже в глупо надедит а по ту сторону там еще есть ресторан и дальше природные тропы вот можно ходить прогуливаться по берегу реки Вента но на этот раз я там не пойду потому что пойду еще в город вот здесь как раз видно отсюда этот обводной канал который пытались строить но таки не достроили для обеспечения строительства ну вот теперь уже кафе тоже заполняется все больше и больше я тоже где-то должен отыскать место для обеда вот городской флаг какой старинный ну вот какой прекрасный взор открывается с этой стороны именно на этом холме как я понимаю был дворец герцога до того как герцог еще не переселился в Кулды это произошло в начале 17 века и после этого тут замок был заброшен и быстро превращался в развалины поэтому от замка тут ничего не осталось остался только парк однако история Кулдыги начинается далеко не герцогством право города Кулдыга получила уже в 1378 году очень давно но тут еще даже до перехода крестоносцев в середине 13 века был замок местных жителей Курши тут был Куршский замок на этих местах и старое Куршское название как раз гласит Кулдыня ну это написано что до конца это не ясно но так по крайней мере предполагают и из этого как раз уже выходило то есть было редуцировано немецкое название Голдинген что относится как бы к золоту золотое место но в основе названия все же было Куршское название вот какая тут арка и ворота здесь как раз есть краеведческий музей а это я посидел как-то еще в 80-е годы во время школьной экскурсии видите какая муза лидарубена биомница у меня даже не переводит вот название этого латышского инструмента музыкального но такая скульптура есть по-моему в Талсе куда более масштабная вон тут даже пушки какой же тут вид ну вот что тут осталось на месте старого Ливонского замка тут несколько таких скульптур такие вот низовья Верховья Верховья интересно такой рельеф ну парк вообще-то прекрасный какой тут еще холм какие бабушки а это оказывается Суиту Сьевас это в этом краю есть такой регион суетов это у Алсунги и знаменитый ансамбль Суиту Сьевас вот как тут еще красивый вид на Вентас Румба на водопад и тут такие оригинальные старинные брусчатные улочки вот это музей кто-то как раз там только что закрыл окна вот тут реальное ощущение такого что-то не средневекового или ремесансового города ну расцвет курзами вообще-то считается правлением герцога якобы это было середина 17 века вон схема городского сада так что это вовсе не средневековье а уже ну как это называть ренессанс что ли красиво тут правда а тут что это такое жигули уже почти что забылось как это выглядит да это жигули лада какой модель 1200 вот здесь дальше тропа но сейчас она закрыта там написано что производится работы ну там уборки и да ну вот а здесь тут продолжается эта маленькая улочка столько поколений тут жил в таких местах действительно ты как бы можешь почувствовать как бы соприкосновение поколения что ли вот что-то такое интересное такие ощущения как бы одно поколение пересекается с другим чуть-чуть тут радуга видно не знаю а здесь тоже должно быть видно вот чуть-чуть в детстве помним не очень хотелось увидеть радугу я даже специально хотел там идти где скажем или там фонтан или что-то такое где ее можно было увидеть ну вот как получается что к сожалению сейчас этот божеский символ настолько осквернен да вот такой тут сад и дома красивые скульптуры это как возлюбленных да это так и называется любовь это раздумья это мать с детьми а нет та была а вот это будет мать с детьми вот это скульптур причем вот это например 1970 года вон какие нормальные символические скульптуры делались в те времена а здесь это играющий скульптура 1987 года ну вот идем дальше как романтично правда какое же панно на дверях а это гостиница метрополии тоже имеет свой рассказ она была заброшена в 90 но полностью отремонтирована в нулевые и теперь функционирует она изначально построена в 1910 году а в 97 она горела и вот через несколько лет ее восстановили инвестициями полтора миллиона лад вот тут такое быстро на втором этаже вот так это заведение называется букстинж по воскресеньям открыт до 4 часов вот здесь находится почти у главной площади кстати там имеется традиционное курд курзамское блюдо букстинь биспутра это это такая каша где сочетается ячменевая перловка картофель со шпеком но я ее не брал вот какие тут маленькие улочки вот я больше помню этот район а тут кстати православная церковь ну а так в целом поскольку вот в этом районе здания были так сказать не столь ну как бы хорошего вида поэтому вот в моем так сказать в моей памяти вот кудыга запомнилось как бы ну как бы чего там особенного однако вот если на все посмотреть как бы глазами туриста то действительно есть много на чего посмотреть кстати тут тут есть многие ограничения относительно зданий содержания зданий это парк эстрады эстрады паркс значит тут кудыгская эстрада трасса бэмикс которых ведь в краях у нас весьма много вот ну и в целом вот такой парчик вон как выглядит эстрада весьма крупная кстати этот город еще особен тем что именно тут началось духовное пробуждение здесь в начале 90-х возникла божья община большое духовное пробуждение вот тут появилась такая община которая совершенно отличалась от церкви и где люди приходили начали жить вместе ну как семья семейным образом и притворяли в жизнь вот тот образ жизни образ общества который был у первых христиан то есть сразу после христа простой обычная жизнь ну очень мило и тут даже приезжали иностранные миссионеры и говорили что такую любовь они не встретили нигде в мире которые объехали многие страны проповедуя так что вот этим тоже особенно это этот город звон тонис башня конца восемнадцатого века и так же есть обетование относительно этого города что оттуда отсюда произойдет как добро так и зло и пройдет через весь мир экуменизм говорят тоже здесь начался первые такие экуменизма так что город действительно особый я тоже кое-что увидел от этого поэтому воспоминания живые ну а вот относительно домов вот почему тут многие дома в таком как бы изначальном состоянии вот не рассказывали что тут есть строгие ограничения которые действуют уже давно что тут нельзя делать так как захочешь старый город находится под охраной и поэтому тут любой ремонт любое изменение на фасаде нужно согласовывать и определенные только материалы возможно использовать и так далее нельзя менять облик чтобы вот он терял этот исторический вид вот к примеру даже запрещено скажем заменять деревянные окна подоконники да на пластмассовые вот это тоже запищено ну то есть рамы оконные как мы видим практически везде старые деревянные рамы чтобы вот сохранился исторический облик ну объектов включенных в список ЮНЕСКО не так много в латвии это вообще только третий объект тут есть только старая рига еще второй объект геодезическая дуга струва которая включает там множество стран она продлевается там почти три тысячи километров и в латвии там всего лишь два объекта но это как видимо международный такой объект даже вот я раньше об этом ничего не знал а вот исторический центр кулдыга это всего лишь вот третий объект на территории который включен именно международный список плюс еще есть латвийский национальный список да там несколько объектов например такой как этот даугава слог где даугава выше даугавпилса там очень красивые места эти круги даугава находятся также в списке кандидатов на членство в юнеско также и рундальский замок тоже находится в списке кандидатов на юнеско вот карта региона курзаны и можно увидеть вот тут находится колды я в самом центре практически еще тут можно заметить что и планирование улиц в этом городе такое сложное как бы средневековное поэтому тут вполне себе можно и заблудиться если не следовать по карте вот тут даже имеется филиал латвийского университета ну небольшой видимо но все же есть также имеется несколько предприятий промышленность тут развивалась да еще 17 веке она была при герцоге яковь еще развивалась ну вон какие дома если увижу надпись ну это тоже наверное какой-то 18 век скорее всего дома обжитые деревянные такие вот видно весьма широко отмечается это включение в юнеско даже вот такими флагами температура сейчас около плюс 17 как бы с курткой немного жарковато а без куртки немного прохладно и кстати замечается относительно много молодежи для провинции это много ну а теперь немного про железную дорогу как же без нее если она есть или была да даже тут в середине Курзамы когда-то были рельсы правда узкоколеемые и похоже что рельсы когда-то проходили именно здесь где сейчас это улица улица по ту сторону они ходили в это направление где вот как раз и была станция вот это и называется станция села значит тут и была станция это узкоколейная железная дорога была открыта в 1935 году и она соединила Кулдейгу с Алсунгой от Алсунги можно было доехать до Лепа значит эта дорога соединила Кулдейгу с Лепа в 1936 году был построен вокзал которого мы сейчас увидим и после этого началось строительство ветки в сторону Риги хотели соединить с Тукумсом таким образом было бы соединение с Ригой но из-за сорокого года и войны все это было прекращено пассажирское совершение на узкоколейке тут продержалось до 1963 года а в 1974 эту дорогу закрыли окончательно и после этого здание вокзала использовали как автовокзал оно находилось здесь это фактически на окраине города но тем не менее с этим местом у меня началось знакомство с городом поэтому вот это место место для меня такое ну как бы особое правда вот тут ложка дегтя вот к сожалению потом когда построили новый автовокзал в центре и его открыли в 2010 году всего лишь это здание оказалось никому не нужным и так и оно тут стоит заброшенное потом оно даже горело хотя смотрю может быть новую крышу поставили но тем не менее вот никакого так сказать рационального применения так и не нашли хотя оно ведь историческое еще всего лишь 13 лет назад полностью функционировал как автовокзал ну бывает конечно такое в истории конечно такое часто бывает помню тут еще раньше кафе работала большой поток пассажиров был автобусы а что касается вот самой этой узкоколейки я помню еще 2002 я еще по этой бывшей колее проходил пешком она была незросшая там ну можно было по ней уходить как сейчас вот мне неизвестно но она вот продолжала функционировать хотя бы таким образом тогда еще ну а тут больше такая промышленная зона тут работала и знаменитая фабрика спичек вулкан с более чем 100 летней историей однако и сейчас имеются предприятия на не разных местах по городу там и дерево обрабатывающие и текстильные также есть и хлебопекарня которая выпекает вкуснейший пулдыкский хлеб причем весной многих шокировала новость что эту фабрику закрывают пекарню то есть а вот сейчас я прочитал новость что в августе она снова запущена и работает то есть восстановил свою деятельность ну постепенно сначала обороты там небольшие но тем не менее работают тут средняя школа вторая средняя школа их тут несколько ну можно полюбоваться какая тут инфраструктура пешеходные велосипедные дорожки вот много зданий с красным кипячом да еще вот такие эти вообще с таким древним камнем ну вот тут видно красиво сделан не только центр но даже здесь в окраинах так тут прибывает как раз автобус среди это тот видимо которым я и поеду обратно еще там ну где то наверное часа полтора осталось вот с какими камешками тут и какой тут сделан это даже не круг но вот такой тоже с флагами а там дальше и круг есть ну а тут даже в таком месте как бы транзитном да где люди почти не ходят вот какие скамеечки сделаны ну спасибо вот я и как раз сейчас посижу отдохну и потом отправлюсь обратно а вот еще какой знак тут сохранился из латвийских времен когда строили шоссе Булдыга Скрунда с 1928 по 36 вот это шоссе в сторону Скрунды да кстати теоретически вот тут Скрунда 35 километров да и там есть железная дорога можно даже в принципе вечером вот 17 с минутами как раз есть автобус на Скрунду и потом пересесть на поезд ездила я по Риге но для меня это очень невыгодно потому что мне не надо Ригу мне нужно там раньше слоки выйти а там этот автобус он не прямой даже он там будет идти час-двадцать минут с какими-то кругами потом еще ждать этот поезд который может быть и будет полным и до Риги ездить потом обратно да поэтому мне это невыгодно я буду ездить так же автобусом Кулдыга Рига там всего лишь полтора часа и ты уже в Тукумсе потом могу пересесть на электричку точнее час сорок пять до Тукумса ездить вот кстати тут как раз был этот вулкан в предприятии и здесь железнодорожная ветка на вулкан и тут как раз вот описание вот про истории этого предприятия оно когда-то было одним из ведущих производителей спичек в российской империи там даже написано что ведущий а в латвийское время его переделали как производство фанеры ну а потом несмотря на то что он как-то продержался через трудности 90-х в 2000 году предприятие затронул сильный пожар он и горел и после этого уже никак не мог поправиться вообще-то в Кудыне неоднократно случились пожары и говорят что это какое-то заклинание кстати про 17 век тоже было написано что там большинство зданий сгорели да вот тут даже автобусная остановка называется вулкан а так тут сделано красиво вот здесь тут сиденье опять же останки каких-то строений с кирпичами в двенадцатом году закончили снос зданий оставшихся ну вот еще раз пройдусь сюда по этому прекрасному месту как бурлит вода должен заметить что я конечно не весь город обхватил своей прогулкой в основном прогулялся только вот по центру и плюс еще район бывшего вокзала это вот в эту сторону но видите как по карте весь город куда больше там есть и более современная часть и так далее но что поделать уже пора возвращаться через полчаса автобус вон какой тут двор реально прекрасно главное вот заходишь и внутренние дворы тоже прекрасно нету такого что только там снаружи на стороне так сказать честь а потом говно нет ничего подобного кстати русский язык сравнительно активно слышен может быть пьежи или туристы или украинцы вон тут местный магазин и продавец с каждым клиентом здоровается при входе конечно у меня не удалось показать более так сказать современные жилы массивы и так далее они есть они есть но немного подальше не здесь так что этих шести часов которых я провел в этом городе маловато чтобы полностью его рассмотреть ну если так хотеть но представление получить конечно же можно но эти перелестные миниатурные дворики это конечно что то они такие маленькие но перелестные даже вот решился зайти в одном таком ну вот видите все тут чисто аккуратно убрано хотя и не богато тут рядом эти магазины тут еще в ту сторону тоже есть дома перечем вполне неплохие как видим подошел поближе тут тут такая аллея это в сторону лепая а здесь находится межрегиональная больница современная ну а сейчас мне уже пора садиться в автобус автобус кстати уже подошел вон сколько народу и я должен попрощаться с этим замечательным городом сердцем курзаме по желаю вам силу шесть и благодарю за интерес смотрики из шедру гиву и пускинетам канали думав что они так же понравятся ну так он пеноксис лейкс отводить из пилсетас курзаме сердц шесть лейкс а у нас мое апрельс утима и мы консер того в Кардия света.